Вы понимаете, что, как человек, я не могу относиться к вашему положению без сострадания. Я понимаю, сколь велики будут муки матери, если мы окажемся вынужденными отдать ваше дитя в приют. Ребенок навсегда лишится матери. Поймите меня верно, я вам не угрожаю. Просто, даже если бы я не хотел этого делать, надо мной есть руководство. Итак, мы начинаем наш митинг, посвященный противостоянию всех нормальных людей ювенальной юстиции. Что именно сейчас происходит? Здесь у нас на глазах оформляется новый этап общественной жизни. Есть гражданское общество. Гражданское общество носит неотменяемый характер. Но гражданское общество очень разное. Собравшиеся здесь люди отстаивают одни ценности, одни принципы существования, одни стратегии развития России, один принцип блага. Есть люди, которые волокут нас в совершенно противоположную сторону и пытаются заявить, что они есть все гражданское общество. Когда-то мы сказали им нет. И они даже на время отступили. Сейчас они снова переходят в наступление. Но дело не в этом. Дело в том, что если мы не оформим свой оппозиционный протест, если мы не заявим, что у нас есть свои претензии, свои требования, свои принципы, и что мы готовы их отстаивать всеми конституционными законными методами. Готовы отстаивать спокойно, корректно и продуманно. Но что мы эти принципы не сдадим. Вот если этого не будет, нам сядут на шею. Поэтому здесь сейчас оформляется широкая коалиция сил вокруг фундаментальных принципов нашего будущего, вокруг того, в каком виде мы отставим нашу страну детям. И будет ли эта страна вообще. Мы страну не сдадим. Другим силам, которые готовы волочь ее в пропасть, мы страну не отдадим. Сегодня нам пытаются сказать, что какие-то педагоги-новаторы, чиновники, общественные деятели, интеллектуалы лучше, чем родители знают, как воспитывать детей. Нам пытаются сказать, родители отсталые, слишком религиозные, слишком русские, слишком традиционно мыслящие. Давайте отнимем у них детей. Сделаем так, чтобы умная элита воспитывала детей по-своему. А родителей этого права нужно лишить. Вот с теми, кто так говорит, не согласен наш народ, не согласна церковь, не согласны все активные слои общественности. Мы уже остановили многие инициативы, которые были направлены на отъем детей у родителей. Я надеюсь, что остановим и все другие. Но для этого нужна бдительность, для этого нужно гражданское действие, для этого нужно, чтобы все, кто принадлежит к элите, слышали голос народа и голос закона. На самом деле ведь закон, как международный, так и российский, ясно говорит, родители несут ответственность за детей. И Божия правда говорит, что перед Богом родители несут ответственность. Именно родители должны определять мировоззрение ребенка, его нравственность, образ его жизни, то, какие фильмы ему смотреть, и какие не смотреть, то, с кем ему общаться, а с кем не общаться. Это право родителей, данное Богом. Нет такого права ни у чиновника, ни у представителя интеллектуальной элиты, ни у общественника, родителям, Богом дано право воспитывать своих детей, чтобы оставить в них свои убеждения. И это право нужно сегодня защищать. Надо осознать, что 20 век Россия завершила. Трагически. Смотрите, наша страна разделена. Мы живем с вами не в России, а в РФ. И русские люди остаются за границами этого нового образования. В известных катаклизмах, мы их знаем и внешних, и внутренних, уничтожены миллионы людей. А еще миллионы развращены и продолжают развращаться и ныне. Вот какая страшная картина. И вот в этот момент наш враг наносит еще один продуманный и, может быть, самый серьезный удар современности. Ведь позади нас не просто обветшалые стены нашего некогда великого Отечества. За нами на самом деле последняя крепость. И эта крепость, наша семья, и вот враг тараном стучится в эти ворота и хочет проломить их и сломать все. Ведь он идет двумя колоннами. Это совершенно понятно. Те, кто совершает так называемую, как мы привыкли говорить после Киева, оранжевую революцию, а совершают их везде, лишает наш народ, как и другие народы, своей государственной самостоятельности. А те, кто привносят в нашу жизнь и привносят насильно ювенальную юстицию, хочет лишить нас лица, о чем сегодня говорилось. Нашей самобытности. Ведь ювенальная юстиция на самом деле направлена на пресечение традиционного воспитания и на развал семьи. А если нет личности, то нет нации. Нет личности и нации нет нашего государства. И нам конец. Поэтому мы собрались сегодня здесь. Наши предки имели большие семьи. Не знаю, когда было жить на Руси легко. И, наверное, большие семьи всегда было иметь трудно. Но они имели большую веру, любовь к родине, любовь между собой. И преодолевали все трудности. С благодарностью к Богу несли свой тяжелый крест. Сейчас происходит что-то страшное с нашей страной. Семьи разрушаются, разводы, аборты. Это грех уже наш личный. Но есть не только наш грех, но вот на нас обрушивается извне, из-за границы. То, о том сейчас говорилось. И мне кажется, что мы должны приложить все усилия. Потому что правда и правда Божия на нашей стороне. Господь создал семью. Первая заповедь, данная людям в раю, пройдитесь и размножайтесь. И никто, ни кесарь, ни чиновник, никто не имеет права посягнуть на то, что Божие. Семья принадлежит Богу и она дается Богом. И никакой государственный деятель не вправе разрушать семейную жизнь и вторгаться бесцеремонно, беззаконно в ее внутреннюю жизнь. Еще на наших глазах разрушается система образования. Создается такое впечатление, что от наших детей хотят только одного, чтобы они были настолько грамотны, чтобы могли читать и исполнять приказы. Больше от них ничего не требуется. Мы должны противостоять и этому злу. И мне кажется, что мы должны не только протестовать. Мы должны встать на путь поиска позитивных решений, которые наши правители найти не могут. Такое впечатление, что у власти стоят троечники. Может, у них в дипломах и пятерки стоят, но они не умеют принимать те решения, которые отвечали бы интересам всего народа. И в первую очередь мы против ювенальной юстиции. Но время наше лукаво. Мы знаем, что сегодня есть законы в Государственной Думе, которые как раз и внедряют эту ювенальную юстицию. Причем под видом защиты семьи. Если раньше откровенно говорилось, что это ювенальная юстиция, сегодня говорится, что это система помощи семьям. В чем эта помощь состоит? А помощь состоит в том, что в любую семью, в любой момент может прийти любой чиновник и по своему собственному усмотрению отобрать ребенка. Либо если он решает, что ребенок еще может здесь пожить, то он дает обязательные предписания. Как воспитывать, как тратить деньги, как нужно обеспечивать этого ребенка. Никакой помощи семьям не предусматривается, кроме этих предписаний. Вот что такое сегодня помощь семье, социальный патронат. Не обязательно проверки, выполнение этих предписаний. И родители в любой момент лишаются своих детей. Другой закон. Посмотрим. Что там предписано? Там предписано, что права детей выше прав родителей. Значит, если ребенок что-то хочет, родитель не вправе ему запрещать. Если родитель запрещает, ребенок изымается из семьи. Право ребенка прописано не на семью, а право прописано на то, чтобы жить в детском доме. Видели когда-нибудь такие законы? Вот у нас оказывается теперь первое право ребенка жить в детском доме. А потом второе право ребенка обращаться конфиденциально со службами, которые защищают его права. И подавать туда жалобы. Теперь следующий закон, против которого мы протестуем. Мы же не просто так собрали этих людей, да? Что предлагается? А предлагается, если нарушаются права ребенка, писать ему жалобы не в Россию, а сразу в Организацию Объединенных Наций. Специальный комитет по защите прав детей, который будет рассматривать и будет нашей стране предписывать, и нашим родителям предписывать, как воспитывать своих детей на тамошний западный манер. Соответственно, мы можем согласиться с такой постановкой вопроса? Мы не можем. Мы не можем. Мне очень радостно, что я сегодня с вами, а не в тюрьме, и что мы вместе здесь собрались сказать «нет» этому монстру, который называется ювенальной юстиции. Так случилось, что сегодня ровно год, когда этот монстр выпустил меня из тюрьмы, в которой я провела четыре страшных месяца, где меня били, морили голодом, холодом, не пускали на прогулку, оскорбляли, унижали. Но самое главное, что я сидела вместе с террористами, убийцами, проститутками, лесбиянками, наркоманками, воровками и 15-летними девочками, которую ювенальная юстиция легко отправляла в эту страшную, самую страшную тюрьму в Европе. Я хочу вам сказать, что это невыносимо женщине, актрисе бороться против этого монстра, но, как ни странно, и один в поле воин, как выяснилось. Я хочу сказать, что судьи отняли у меня дочь, родительские права, я их подтвердила в российском суде. Они спрятали моего ребенка, я пять лет ничего не знала, Маше даже не знала, жива ли она. Я чудом нашла ее. Они упекли меня в тюрьму. Меня помиловал президент Российской Федерации. Но самое главное, три недели тому назад я получила 33 смс-ки от своей дочери Маши, которая почему-то, извините, я очень волнуюсь, написала мне, мама, я хочу тебя узнать, я хочу увидеть тебя и поговорить с тобой, я хочу понять, кто ты, я ведь твоя дочь. Ну вот, значит, этот монстр проиграл. Я предлагаю называть ювенальщиков врагами народа и публично их казнить словом, а с обвинением. Пусть вот они выйдут сюда, вы знаете, говорят, есть такое выражение, когда хочешь поменять мир, начни с себя. Вот пусть они своих детей отдадут в приют и приемные семьи. Пусть они не спят ночами, умирают от страха, где их ребенок. Пусть они 14 лет платят адвокатам. Пусть они не живут, потому что жить без своего ребенка невозможно. Смотрите, какие фокусы они выделывают все время. Они говорят о свободе, осуждают стукачество. И вместе с тем подсуживают детей на то, чтобы они закладывали родителей. Буквально доносили на них. Посмотрите, какое двуличие. Они всегда говорили о том, что вот частная жизнь, это и есть либерализм. Теперь они ломают эту частную жизнь, ломают семью, вскрывают ее и навязывают ребенку бюрократа в качестве отстаивающего его интересы. Значит, они бюрократизируют даже ячейку. Нет этому тоталитаризму либеральному. Нет этому двуличию под видом либерализма протаскиванию фашистских тоталитарных методов в нашу жизнь. Нет всему этому. Мы считаем, что сегодня власть осуществляет, хочет она того или нет, намеренно или нет, геноцид русского народа. Сегодня наши братья миллионами гибнут, а на их место приезжают миллионы мигрантов. Сегодня власть осуществляет замещение нашей с вами русской цивилизации другими цивилизациями. Цивилизациями, которые не имеют совершенно другой цивилизационный код. Я считаю, что это недопустимо. Я вам расскажу одну вещь. Сегодня Миграционная служба России подготовила интересный законопроект совместно с экспертами 2020. Согласно этому документу, они предлагают завозить в Россию до 2025 года по 300 тысяч мигрантов ежегодно. И на это они предлагают выделить 86, внимание, миллиардов рублей. И в это же время мой однофамилец Слепнев из Минэкономразвития все чаще и чаще говорит о необходимости передачи нашей земли русской другим государствам. Братья, ну неужели сохранение русского народа, неужели сохранение нашей земли русской, это не есть вопрос национальной безопасности, это не есть главная задача нашей власти. Мы считаем, что это именно так. И поэтому сегодня так активно растет гражданское общество. Люди наши, чувствуя на уровне инстинкта самосохранения, приближающиеся беду, просыпаются. Идет пробуждение нашего народа по всей стране. Идет пробуждение национального самосознания. Но власти это не нужно. Власти нужны рабы. Власти нужны покорные слуги, которые будут не мешать их служению, их новому божеству, золотому тельцу. Бабло. Вот сегодняшняя национальная идея нашей власти. Но нам это не нужно. И эта власть не устраивает. Они будут привлекать себе на службу самые разные институты, самые разные инструменты, самые разные механизмы. Один из таких механизмов – это ювенальная юстиция. Ювенальная юстиция – метод по подавлению гражданского общества. Метод шантажа. Вы не согласны с властью? Тогда они придут к ваш дом. Вы критикуете власть? Называйте ее бездравственной. Тогда они придут и заберут вашего ребенка. Очень действенный метод. Власть использует десятки таких методов. В частности, моего друга Сергея Кнышова уволили из аэрофлота за то, что он постоянно говорил о проблемах российской авиации, об уничтожении русского авиапромышленности. Говорил о аффилированности наших топ-менеджеров аэрофлота с иностранными корпорациями. За это он был уволен. Сразу после президентских выборов. А после того, как мы сказали о неправомерности этих действий, топ-менеджер заявил о необходимости создания черных списков пилотов. Еще один метод шантажа и подавления гражданского общества. Бояться нам нечего, потому что страшнее вот этой фашистской реальности, в которой семья разрушится, в которой люди будут бояться, в которой дети будут доносить на родителей, а родители будут бояться становиться родителями, ничего страшнее этой реальности нет. Поэтому нечего бояться. Надо бороться, понимаете? И не называть свою трусость и свое равнодушие смирением. Смиряться надо перед своими близкими, смиряться надо перед Богом. Но перед злом смиряться – это огромный грех. Помните, что надо формировать и усиливать гражданское общество. Верьте в гражданское общество. Укрепляйте гражданское общество. Если его не будет, может случиться то, что случилось в 1991 году. Но укрепим гражданское общество. Второе – пусть это гражданское общество, наше общество, патриотическое общество, выдвигает свою повестку дня. Мы хотим, чтобы ВТО уничтожило наши последние заводы. Мы хотим, чтобы ювенальная институция растоптала нашу семью. Мы не хотим, чтобы антихристы топтали православную церковь тысячелетиями, создававшую Великую Русь. Мы хотим, чтобы вонючие телеканалы показывали перед Днем Победы то, что порочит величие наших солдат, наших отцов и дедов, нашу Великую Победу в Великой Отечественной войне. Если мы всего этого не хотим, то третье – мы сумеем этого добиться. На нашей стране достаточно интеллектуальных сил, на нашей стране достаточно воли. Они хотят увидеть, что такое патриотическое гражданское общество. Они увидят это вместе с этим протестом, вместе с этой волей к святой традиционной жизни нашей великой страны. Слава России! Слава России!